Это подразумевали, что он будет составить из двух компонентов. Это CPU-компонента суперкомпьютера и GPU-компонента, где CPU-компонента будет полностью охлаждаться за счет жидкости. И на данной фотографии видно, что для этого мы установили еще одну сухую градирню, несколько узлов регулирования. Также вот видна фотография по подготовке линии электропитания нашего суперкомпьютера. На данном слайде представлена более подробная информация о том, как у нас работает жидкостное охлаждение в нашем суперкомпьютере. Хочу отметить только то, что за счет такого охлаждения мы добились очень хороших результатов по энергоэффективности. Пуэ у нас составляет 1.06 для CPU-компонента суперкомпьютера. Это означает то, что на охлаждение суперкомпьютера мы используем всего лишь 6% от потребляемой им электроэнергии. GPU-компоненты у нас основаны на пяти серверах NVIDIA DGX1 на момент строительства. Сервера классические, охлаждаются воздухом. И, собственно, охлаждение этих серверов ничем отличается от таких же серверов, о которых я рассказывал, когда упоминал модули ТЕР-2. Собственно, результатом этих работ в 2018 году стало торжественное открытие, презентация нашего суперкомпьютера. Но с тех пор, за 6 лет, он потерпел уже несколько этапов модернизации. Актуальная конфигурация нашего суперкомпьютера представлена на данном слайде. Стоит отметить, что все этапы модернизации у нас обходились без изменения инженерной инфраструктуры, поскольку все было с запасом заложено на момент строительства суперкомпьютера. Также GPU-компонент у нас была модернизирована. У нас появилось еще 5 серверов на более современных ускорителях NVIDIA A100. Тоже на воздушном охлаждении. Ну и после строительства суперкомпьютера мы также построили еще один четвертый модуль, поскольку, опять же, оборудование у нас активно наращивалось и требовалось большое количество стоек для их размещения. Собственно, все эти работы у нас вылились в большой инфраструктурный проект, который мы назвали проектом развития многофункционального инфраструктурного комплекса, то есть МИФК, фундаментом которого является, конечно же, инженерная инфраструктура, а также сетевая инфраструктура и система хранения данных. Конечно же, успешное функционирование нашего учредительного комплекса обеспечивает системой мониторинга, которая контролирует все компоненты. Оперативно-дежурный персонал в круглосуточном режиме следит с помощью этой системы за всеми показателями как серверов, так и ключевых компонентов инженерной инфраструктуры, электропитания, охлаждение на данном слайде, например, представлено, ну и так далее. Также у нас существует отдельная система мониторинга инженерной инфраструктуры суперкомпьютера Говорун, которая также обеспечивает возможность следить за всеми ключевыми компонентами, которые участвуют в работе нашего суперкомпьютера. Ну и немножко впоследствии о наших планах, то есть, как я уже показывал на предыдущих фотографиях, у нас уже все помещение машинного зала уже заполнено стойками, в этом помещении нам уже развиваться некуда, но у нас есть такое же помещение на четвертом этаже нашей лаборатории, в котором мы планируем организовать, из него еще один серверный зал МИФК, где планируем поставить 130 столь для серверов систем хранения данных, а также отдельную зону, назначенную для роботизированных ленточных библиотек. С более подробной информацией о нашем участвительном комплексе можно ознакомиться на нашем сайте MICCG.ru. Вот, что ж, на этом, наверное, у меня все. Большое спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Так, есть ли у кого-то вопросы, коллеги? В таком случае у меня есть вопрос, я в инженерной части не особо хорошо понимаю, а вы можете, может быть, для совсем вот таких несведущих людей рассказать, какие примерно показатели эффективности того, что инженерная система работает правильно? Ну, грубо говоря, что у вас там, не знаю, ничего не перегревается, или там ничего не должно падать, то есть какие вообще, то есть к каким цифрам вы примерно стремитесь? Ну, поскольку в нашем институте существует, говорит, сайт уровня Тир-1 для эксперимента СМС на Большом Адронном Коллайдере, мы обязаны в соответствии с этим обеспечивать стопроцентную надежность и доступность этого центра. Поскольку этот Тир-1 центр у нас существует с 2015 года и до сих пор, соответственно, это является одним из показателей, что мы свои обязательства выполняем, и наш вычислительный центр обеспечивает стопроцентную надежность и доступность. То есть все системы у нас зарезервированы, и в случае каких-то нештатных ситуаций у нас существует вот большое количество различных решений, которые позволяют оперативно переключать нагрузку, и тем самым наш вычислительный центр остается всегда на связи. Хорошо, спасибо большое. Может быть, еще есть у кого-то вопросы? Так, вопросов нет. В таком случае большое спасибо еще раз, и мы, наверное, переходим ко второму докладу. Второй доклад Марии Любимова. Программно-информационная среда гетерогенной учреждительной платформы Гибрилит. Пожалуйста. Опять? Опять? Давайте вам покоем. Да. Спасибо. Ой, не туда. Спасибо. Хорошо. Нет. Вот это, да? Да. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Видно презентацию? Да. Я вам представлю краткий обзорный доклад по программно-информационной среде гетерогенной платформы Гибрилит, которая входит в состав многофункционального информационно-учреждительного комплекса и состоит из учебной тестового полигона и суперкомпьютера Говорон. На учебно-тестовом полигоне пользователь занимается разработкой и отладкой и тестированием своих приложений. Также он используется для проведения мастер-классов, теториалов и обучения студентов. На суперкомпьютере Говорон пользователь запускает массивно-параллельные расчеты. Учебно-тестовый полигон и суперкомпьютер объединяет единая программно-информационная среда. При переходе с полигона на суперкомпьютер не меняется набор команд по работе с правыми системами, планировщиками задач и программным обеспечением. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы платформы. Программно-информационная среда платформы можно разделить на три уровня – системные, программные и информационные. На системном уровне содержатся базовые программные компоненты, обеспечивающие функционирование всей системы в целом и сервисы мониторинга. Программный уровень содержит пакеты прикладных программ и ряд специализированных компонентов. Информационный уровень предназначен для взаимодействия пользователей с группой «Гибрилит». Системный уровень содержит операционные системы, файловые системы, система авторизации, планировщик задач и системы для управления программным обеспечением. Сервисы мониторинга и сбора статистики применяются для контроля за использованием ресурсов платформы. Это помогает администраторам отслеживать техническое состояние платформы. Некоторые сервисы разработаны группой «Гибрилит», другие основаны на готовых решениях, настроенных с учетом специфики платформы. Сервис «Холмашлит» разработан группой системных администраторов, позволяет в режиме реального времени отслеживать загрузку веществительных ресурсов платформы и представляет информацию в виде круговых диаграмм и таблиц. Мониторинг «Холмашлита» VDI показывает информацию о состоянии удаленных рабочих столов и загрузке ресурсов на каждом сервере, входящем в сервис «Холмашлит» VDI. Программное обеспечение «Росклабазис» применяется для оркестрации вычислительных ресурсов и систем хранения данных суперкомпьютеров. Включается функционал мониторинга, сбора статистики и управление системой аварийного отключения в случае критических сбоев. Приложение по обработке статистики формирует и визуализирует статистику по использованию ресурсов в виде круговых диаграмм и осводных таблиц. Это позволяет оценить вклад каждой группы пользователей по количеству задач и количеству ядр часов. На программном уровне содержатся пакеты программ для параллельных вычислений, библиотеки, компиляторы, лицензионное программное обеспечение для решения широкого спектра задач, а также пакеты специализированных программ для моделирования и обработки экспериментальных данных. На текущий момент на платформе доступно 117 программных пакетов. Сервис HLIT VDI предназначен для работы с программным обеспечением, имеющим графические интерфейсы. С его помощью можно через ударенный доступ на виртуальные машины работать с таким программами, как VALFRA MATEMATIC, MAP, MATLAB и другие. Экосистемы MLDL используются для разработки математических моделей, алгоритмов, обучения нейронных сетей и проведения ресурсов емких массивно-параллельных расчетов в среде репитер-хаб. Также на платформе разработан полигон для квантовых вычислений. О нем вам подробнее расскажет Максим Зуев в своем докладе. Эффективное использование вычислительных ресурсов платформы требует информационной поддержки пользователей. Она включает в себя подробную информацию, методические указания, проведение семинаров, конференций, лекций, а также консультации специалистов. На сайте Гибрилит представлены подробные описания платформы, методические материалы, инструкции по работе, а также описаны задачи, решаемые пользователями на платформе. В период с 2023 по 2024 год пользователям было опубликовано 77 научных работ, выполненных с использованием ресурсов платформы, из них 21 в журналах с высоким индексом цитирования. Индиго применяется для сопровождения организации конференций, семинаров, встреч, питориалов, лекций. До 2024 года Гибрилит поддерживал свой сервис Индиго. С этого года мы перешли на централизованный сервис Индиго. За период с начала основания платформы в Индиго было проведено 345 мероприятий. Сервис Гибрилит юзер-супорт используется для взаимодействия пользователей с группой поддержки и предназначен для решения вопросов, возникающих при работе на платформе. За 2023-2024 год с его помощью было обработано 116 обращений. Для оперативного информирования пользователей используется телевром-канал Гибрилит юзер-супорт. В Гитлаб сервис предназначен для совместной работы пользователей, размещения исходных кодов и контроля версий программы. Несколько пользователей могут объединяться в одну группу и разрабатывать свой проект совместно. Платформа Гибрилит используется как площадка для изучения новых IT-технологий и обучения IT-специалистов. Образовательная деятельность включает в себя проведение лекций, обучающих курсов и практических занятий. Также команда Гибрилит честно сотрудничает с университетами и занимается поддержкой научных исследований. За 23-й год под руководством наших сотрудников было подготовлено 5 бакалаврских и 7 магистрских диссертаций. Для проведения выездных учебных курсов и для проведения семинаров в университете Дубнаву развелся мобильный кластер Гибрилит. Наша платформа активно развивается, добавляются новые вычислительные ресурсы, система хранения данных, внедряются в современные IT-решения. В соответствии с этим развивается единая программная информационная среда. Спасибо за внимание. Подробную информацию можете посмотреть на нашем сайте швид.джинр.ру Спасибо. Есть ли у кого-то вопросы? У меня есть один вопрос. В последнее время, получается, последние два года у нас потихонечку разное программное обеспечение иностранное. У кого-то лицензии отменяются, отзываются и прочее, прочее. Вот у вас там много продуктов всяких, там Мейплы, питоны и прочее, прочее. Вот у вас как бы в связи с текущей ситуацией как-то инфраструктура пострадала из-за санкций или пока все нормально, лицензии действуют и проблем больших нет. Могу сказать, что мы совсем санкции на нас не повлияли. Есть, конечно, нюансы и моменты. Действительно, некоторые вендоры уходят с нашего рынка. К примеру, там Сол и Вольфрам Математика больше не продают нам лицензии. Это не значит, что лицензии, которые у нас уже есть, перестанут работать. Просто они не будут обновляться. К тому же мы занимаемся активно поиском альтернативных решений. И, конечно, не все продукты можно заменить, но некоторые продукты нам уже… мы тестируем, так скажем, аналоги. А потом все это бесплатно распространяем уже по ООС с открытым кодом. Так, в принципе, понятно. Хорошо, спасибо большое. Так, значит, дальше по расписанию доклад Максима Зуева «Полигон для квантовых вычислений на гидрогенной платформе Гибрилит». Спасибо. 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 Добрый день. Добрый день. Меня зовут Максим Зуев. Я вам расскажу про полигон докладных вычислений, которое развернуло на гидрогенной платформе «Гибрилит». Ну, чуть-чуть повторю слова из предыдущего доклада, что у нас есть на нашей гидрогенной платформе развернута единая программа информационная среда, в которой есть различные компоненты как по отношению вычислительное для доступа непосредственно пользователям, так и сервисное, то есть для которых доступ имеют только либо системные администраторы, либо другие администраторы нашей платформы. У нас для разработок программного обеспечения по работе с глубоким обучением, анализом данных и машиной глубокого обучения, у нас развернута экосистема, ее структура представлена на этом слайде. И в рамках этой экосистемы у нас был выделен отдельный сервер для расчетов с квантовыми симуляторами, потому что на текущий момент квантовые компьютеры, они хоть и существуют, но получить к ним доступ достаточно сложно, тем более в течение последних двух лет в связи со сложившейся обстановкой. Поэтому стали активно использовать симуляторы, которые позволяют как бы развернуть на классическом персональном компьютере вот эти все вот схемы, работать с ними и позволяют полностью контролировать поведение квантовой системы. На текущий момент у нас есть два режима доступа к нашему квантовому полигону. Первое – это работа через бач-систему и второе – через веб-интерфейс, про оба этих варианта я расскажу чуть подробнее. Если говорить про работу через бач-систему, то основное преимущество ее можно отнести – это возможность проведения многоузловых расчетов с использованием технологии MPI и использование ресурсов всей гидрогенной платформы. Порядок работы пользы выглядит следующим образом. То есть он подключается к серверам гидрогеновой платформы, подключает необходимые модули с программного обеспечения с помощью утилиты Modulus и все квантовые симуляторы, установленные в сетевой файл в системе CMFS с необходимыми библиотеками. Подготавливает программу с квантным алгоритмом и запускает через скрипт файл в планировщик tool. После завершения программы пользователь может ознакомиться с результатами расчета и информации о процессе работы программы, то есть с какой-то информацией служебной даже. Была подготовлена вместе с Екатериной Котковой задача с использованием симулятора Quest. Благодаря этой задаче мы смогли протестировать возможности такого режима работы. И вот описание ее представлено на слайде. Это квантовый алгоритм создания рандомизированной квантовой схемы. И мы запускали это все непосредственно одном из серверов, характеристики которого представлены сверху. Прошу прощения. Здесь на графике представлено время работы задачи в зависимости от числа кубитов, которое приведено по оси X, при различном числе потока. По оси Y это ее представлено время работы в секундах. Также этот симулятор Quest поддерживает вычисления на графических ускорителях, поэтому мы смогли опять же в рамках нашей платформы запустить его на имеющихся на тот момент у нас графических ускорителей. это Tesla K80, Tesla V100 и Tesla A100. Соответственно, также мы запускали при различном количестве кубитов и получили вот времена. Они представлены вот в этом графике. Также было интересно посмотреть по потреблению памяти во время их работы этой задачи. Оно представлено здесь на графике. И было интересно заметить, что потребление памяти, оно мало того, что необходимо увеличивается при увеличении системы на один кубит, но и величина его возрастает более чем в экспоненциальном порядке. Поэтому эту информацию мы активно сохранили и стали использовать в дальнейших своих вычислениях. Второй режим доступа – это работа через веб-интерфейс. К его основным преимуществам можно отнести возможность наглядно вести разработку алгоритма, визуализировать квантовые схемы, составлять даже сразу же небольшие инструкции по работе с квантовыми симуляторами. И во всем этом помогает то, что большое количество симуляторов сейчас используется, написано на языке Python. То есть использование всей этой информации, которая накоплена в интернете, она позволяет наиболее эффективно и быстро проводить эти исследования. Если говорить с технической точки зрения, как это реализовано, то у нас был выделен один из серверов, на котором был установлен локальный менеджер пакетов Anaconda, и каждый из квантовых симуляторов был установлен в свое виртуальное окружение. Благодаря этому удалось избежать конфликта библиотек, который ставится как в виде зависимости к каждому из симуляторов. А на веб-интерфейсе в Юпитер-лабе с помощью интерактивной оболочки iPad получилось вывести значки для каждого из квантовых симуляторов, что упрощает работу пользователей. То есть при входе на наш сервер они просто вызывают соответствующий симулятор, у них открывается iPython ноутбук, и в нем они начинают уже работать. Характеристики серверов, которые у нас доступны для нашего полигона, они представлены внизу на слайде. И для проверки и апробации этого режима работы была взята задача поиска состояния с наименьшей энергией моделизинга с продольным магнитным полем с использованием квантового оппозиционного алгоритма. Это задача Юрия Палия, Алла Анатольевна Боголюцкая и Дениса Яновича. На слайде представлена постановка этой задачи и более подробно квантовая схема, соответствующая вариационному анализацию, она приведена здесь на картинке. Для более подробной постановки задачи можно обратиться по ссылке, которая приведена здесь ниже в виде слайдов там. И по запуску, то есть мы успешно все это запустились, здесь была получена такая вот картинка. То есть мы смогли найти минимальное значение энергии в зависимости от двух параметров Y и β. Вот диаграмма представлена здесь. Из интересного, что диаграмма была рассчитана для решетки размером 3х3х3, что соответствует 27 кубитам. В процессе расчета задача использовала примерно 1 терабайт памяти непосредственно на сервере и 1,5 гигабайта памяти на графическом ускорителе. При попытке увеличения почитать схему 3х3х4 мы столкнулись с проблемой, что у нас просто в нашу оперативную память не помещается весь объем тех данных. То есть объем, который используется, превышает 2 терабайта, доступные на сервере. Поэтому в дальнейшем мы вот этот файл будем переводить из интерактивного ноутбука в неинтерактивное, то есть в файл Python и запускать уже через бач-режим. Вся эта программа реализации была сделана на библиотеке Цирк с использованием оптимизированного симулятора QSIM, который написан на языке C++, и используют инструкции CIM для векторизации, что позволяет использовать на быстро векторизованной операции OpenMP в своих расчетах и технологии CUDA для расчетов на графических ускорителей. Те параметры параллельного запуска доступны, они задаются через такую вот команду, которая произведена на слайде, и здесь произведено основное ее значение. Из интересного можно отметить, что есть такой параметр как UseGPU, который отвечает за то, что используется. Чистая CUDA или оптимизированная библиотека КУСТ-ТВЕК. Это библиотека из состава квантового симулятора CUDA Q-Quantum SDK для моделирования векторов состояния на графических ускорителях. И по времени расчетов мы смогли добиться порядка 200 раз ускорения расчетов, потому что один из методов, один из алгоритмов здесь вот на центральных процессорах считался более чем 3 часа, а подключение библиотеки КУСТ-ТВЕК позволило ускорить нам ее до 14,5 минут. И если подвести заключение, то у нас был на ресурсах гидрогеновая платформа гибрид организован полигон для квантовых отчислений, представляющая возможность работы как в бачережиме, так и через веб-интерфейс. Гидрогеновая структура платформ позволяет оперативно изменять характеристики полигона, подстраивая потребования задач пользователя, то есть добавлять с необходимыми компонентами как центральным процессором, так и графическими ускорителями. Возможность моделирования системы с различным числом кубитов зависит от самой архитектуры симулятора. Как видно по предыдущим слайдам, на рассмотренных задачах на симуляторе КОЭС удалось моделировать 33 кубита, а на симуляторе ТВЕК 27. И в задаче второй, используем библиотеки КУСТ-ТВЕК, удалось ускорить работу квантового симулятора более чем 200 раз. То есть мы смогли сократить время с дров дней до 14 минут. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Так, коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Да, Дима, извини. Значит, безумно увлекательный и интересный доклад. Значит, у вас Юпитерхаб стоит или вы цепляете Юпитерлабы отдельно без центрального процесса? На сервере, который выделен под веб-интерфейс, стоит центрально Юпитерлаб, и в него уже происходит интеграция через веб-интерфейс. А почему не Юпитерхаб? Не понравилось что-то? Юпитерлаб у него более такой friendly юзер-интерфейс, и как-то мы остановились на нем. То есть он более, как сказать, дружелюбный, что ли. То есть здесь все в виде плиточек уже работает. Нет, нет, юпитернутый. Да, ну ладно. Значит, просто не захотели ставить Юпитерхаб. Значит, почему... Вот я вижу у вас кискид. А почему вы QSIM именно использовали эту реализацию? Реализаций-то много, а я вижу, вы на гугловские реализации в основном направлены. У вас есть какое-то сравнение, какой-то сравнительный анализ, какие реализации лучше? Или просто вот что-что понравилось, что на первый оглас легло, то и сделано? По сравнению с реализациями анализов пока нету. То есть это была задача, пришла вот непосредственно от физиков. То есть у них уже был реализован этот алгоритм на цирке. А у них на QSIM и было реализовано, да. Вот на чем они взяли. На цирке. Ну, цирк это то же самое же, это то же гугловское. Понятно. Здесь есть авторы непосредственно этой задачи, так что... Да, да, больше всего интереснее. Если говорить о цирке и Кискете, то, собственно говоря, у каждого как бы свои есть преимущества. На Кискете очень много примеров сделанных задач. Но Кискете закрыл свой сайт как раз вот с санкциями, что связано. А цирк открытый, гугловский цирк открытый. Вот. Что касается именно конкретно QSIM в цирке. В цирке есть симулятор свой, но он загружает только один процессор. Он не параллелит. Вот. А QSIM он, в зависимости от количества кубитов, может параллелить задачу. И загружать полностью все ресурсы, которые там, в задаче ему указываются. Вот. Максим там рассказывал где-то, показывал, что можно задать там, сколько можно использовать. Вот. CPU сред, GPU, GPU. Вот. И QSIM именно для многокубитных схем предназначен. Он очень высокоэффективен. Написан на C++. Вот. В этом его преимущество. Поэтому он использовался. Спасибо. Да, да. Очень интересно. Спасибо. Очень такая. Тема на острие ножа. Катина Ильич. Да. Большое спасибо. Большое спасибо, Дмитрий. Спасибо. Я задал свой вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дмитрий Сергеевич, я тогда вам передаю слово. Да, спасибо, что вы мне передаете слово. Значит, сейчас у нас по плану. Михаил Матвеев. Правильно, да. Применение технологии платформы Гибрилит для построения выяснительных комплексов в различных организациях. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Меня слышно? Так. Очень хорошо. Да. Алло, алло. Слышно? Да, да. Все слышно, все хорошо. Пардон. И презентацию видно, да? Да, все хорошо видно, все хорошо. Так, сейчас, момент. Тут вот какая история. В области HBC я работаю с 2012 года и в какой-то момент стал обращать внимание на стабильное развитие вот этой всей истории. С моей точки зрения, особенно эта стабильность бросается в глаза последние пару лет. Я не про финансовую сторону вопроса и не про политическую. Это скорее вот такого рода искусственное торможение. Я имею в виду, что вычислительная среда находится в шикарных условиях. У нее всегда есть потребители. Потребителям вечно не хватает ресурсов. Они занимаются новыми разработками на том, что есть. И опять возникают новые потребители. Получается, что за период своей деятельности вижу только естественное развитие высокопроизводительных вычислений. Приятно, что есть много источников для развития HBC. То есть, если в научной среде я же этим специалистам помогаю, хоть сам к науке особого отношения не имею. Так вот, если в научной среде когда-нибудь возникает спад, то остаются еще другие стимуляторы и общего спада, скажем так, популярность HBC не происходит. Такое впечатление, что сейчас в мире созданы тепличные условия для именно этого сегмента IT. За период своей работы постоянно наблюдаю подобный цикл и возникла мысль, что есть еще какое-то время для того, чтобы плотно поработать с этим. Поэтому можно попробовать эту деятельность оптимизировать на свою деятельность. Тогда можно будет действовать по отработанной схеме, ну, чтобы экономить время в первую очередь. Само собой, при каждом применении отработанной схемы возникала своего рода конкуренция методов, которые я использовал, и общая оптимизация от этого только выигрывала. Сейчас я обобщил свои оптимизационные выводы так. Обычная история – это когда на предприятии нет инженерки для отсода, это всякие воздушные коридоры, вентиляционные панели, а это пылитемпература, нет вспомогательных источников питания. Хорошо, если есть стабилизаторы напряжения и нет новых пользователей, но при всем при этом есть серверы, вычислительные серверы. Следующая важная ступень в жизни комплекса – это новые пользователи. Я выделяю момент обучения новых пользователей. на мой взгляд, если им пренебречь, то вся цепочка зависимостей может повернуться в обратном направлении. Третий вариант – это когда есть инженерка и серверы, то есть это уже полноценный ЦОД. Есть много новых пользователей, а в нашем случае у гибрилита все это крутится больше 10 лет. Безусловно, в этом наша общая заслуга, но HPC-комплекс в лите не первый. Наша вариация примерно 2012 года появилась, можно сказать, в тепличных условиях, скажем так, при безлимите по пользователям. У нас там плотное сотрудничество с университетом и с различными научными учреждениями и по инженерной инфраструктуре, можно сказать, тоже безлимитные условия. Это в сравнении с другими предприятиями, где у меня тоже есть, наверное, учрительный комплекс, если сказать правильно. Я обозначил на слайде еще один сегмент. Это к нам как-то приезжали ребята, которые продают оборудование. В своей презентации они приводили таблицы. Уже не помню, какие именно цифры мне показались странными, но помню, что решил поинтересоваться у докладчика, не ошибся ли он, количеством нулей. Из его таблицы получалось, что одна из партий диджиксов была порядка 1000 штук, а на тот момент в одном сервере диджикс было 8 высоток. То есть получается, что есть ребята, которым топ 500 суперкомпьютеров мира вообще не интересен. Ну вот, для сравнения, в Кристофаре у Сбербанка 700 диджиксов с амперами и они были на 29 месте в топ 500 мира. Так, возвращаясь к нашим реалиям на слайде, у меня тут еще одна попытка выделить условия успеха. По моим представлениям, начинается это дело с регламента по работе с пользователями. На берегу надо определиться, будут ли заниматься разработчики поддержкой пользователей. Легкий путь в этой сфере отдал IP с логином, паролем, инструкцией и забыл про пользователя. Такое бывает. Но тогда мы теряем важнейшее свойство с первого слайда обучения новых пользователей. Я бы сказал, что поддержка пользователей – это вообще такой триггер к развитию комплекса. Следом начинает наполняться репозиторией программного обеспечения, потому что новым пользователям вечно нужно новое ПО. За ним растет статистика использования ресурсов. Обычно это приводит к увеличению учредительных мощностей. А хороший админ – это ленивый админ, поэтому обязательно наличие отказоустойчивости по всем измерениям – по сервисам, по сети, по питанию. Как правило, специалисты, которые работают с инженерной инфраструктурой, помогут с отказоустойчивостью по питанию, а админ уже берет на себя по сервисам и сети. Соответственно, надо предусмотреть и физическое, и логическое искажение данных. С безопасностью такая же история. Тут есть несколько вариантов, я предпочитаю все запрещать и понемногу разрешать по мере необходимости. Я бы отметил еще один момент – это вариативность конструкции. Бывает так, что по каким-то причинам требуется переконфигурировать стабильную историю, например, под конкретного пользователя. Это обычная дилемма. Выделить отдельный сегмент или городить винегрет внутри уже стабильной системы. Исходя из собственного опыта, вижу, что такая последовательность, как на слайде, помогает развитию на полных оборотах, если конструкция не меняется. Если переносить те самые условия успеха на наши реалии, то вот что получается. Ежегодно, скажем так, через горнила гибрилит проходит не меньше сотни новых пользователей, а стабильная аудитория состоит в основном из сотрудников наших лабораторий. Наш репозиторий содержит по несколько версий программ, где-то даже устаревшие и пакеты версий. Но самое главное, что наша репозитория часто пополняется и полностью удовлетворяет потребностям пользователей. По поводу отказоустойчивости. Тут неоднозначно я отражу этот пункт в планах, так как на данный момент у нас есть только бэкапы, а такой способ сохранить данные особо ничего общего с отказоустойчивостью не имеет. С безопасностью поинтереснее. Сейчас доступ к ресурсам OEI возможен только через VPN. Данные по техническим характеристикам я перенес на этот слайд. По сути, это два наших учредительных комплекса, о которых мы часто рассказываем. И еще два способа доступа к учредительным ресурсам. Оба интерактивные. Ресурсы G-Hub, по сути, это самостоятельное окружение для работы с бетоном. А VDI – это тоже самостоятельное окружение для работы с проприетарным программным обеспечением. Это MATLAB, MATLAB и консоль. Сейчас я говорю о том, что три-четыре года назад начала вырисовываться схема. Такая полноценная схема подготовки учредительного комплекса. А получается так, что в 2015 году схема была, можно сказать, впервые протестирована. То есть, на несколько лет раньше. Характеристики комплекса уже солидно отличаются от тех, что были в 2015 в институте в Монголии. Да и программные компоненты тоже сильно поменялись. Прежняя конструкция не выдержала конкуренцию методов, пока отрабатывалась сама эта схема. Теперь мы имеем шесть вычислительных серверов и один сервер для системных нужд. Это наши стандартные LDAB NFS Slurm. Для безопасности я настроил OpenVPN и Haproxy. Для статистики мониторинга это телеграф, хронограф и база SlurmDBD. Для отказоустойчивости там не хватает пары серверов. чтобы объединить их в кластер. Поэтому это в планах. Сейчас работают только бэкапы. В 2018 году часть методов мне удалось применить в Reo. Там сейчас в основном используется JupyterHub и файловая система CFFS. Одно из воплощений гибрилита получилось в виде трех мини-компьютеров. На мой взгляд это очень удачная идея. Часто бывает так, что дешевле для времени нервов поднять локальную учислительную среду. А в данном случае достаточно ее привести с собой. первым делом эти три миника покатались по миру. А с 2021 года наш мобильный гибрилит начал использоваться в университете Дубна. С 2022 я его перестал оттуда забирать. Там у нас опять лдап с лурмой НФС и отказоустойчивости на этих миниках нет. В заключении отмечу, что статистика на сегодня такая. Я уверен, что не вычислительный комплекс объединяет пользователей, а пользователи отражают потребности в вычислительном комплексе. А эта история в первую очередь про курсы, туториалы, про обновления, про расширение и модернизацию. Ни в одном сегменте нельзя допускать стагнации. Это, что касается очевидных моментов, неочевидные. На мой взгляд, ЦОД, который увеличивает срок выработки серверов на годы, не может заменить отказоустойчивость по всем измерениям. Ну, то есть, закономерный вопрос. Зачем мне тратить три сервера вместо одного и объединять их в кластер, если у меня есть ЦОД? Ну, кластер – это тот, который для отказоустойчивости. Если у меня есть ЦОД, в котором серверы работают иногда по 10 лет нон-стопом. Я для себя сделал вывод, что 10 лет – хорошая цифра, для одного вычислительного комплекса. Для двух уже могут быть подозрения. А для 10 вычислительных комплексов, разбросанных по миру, тут, по-моему, все очевидно. Нельзя отходить от схемы, поэтому в планах добавить отказоустойчивость там, где ее нету. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть ли вопросы? На чем вы делаете бэкап на Комсовке? Так, ну, давайте про самую отказоустойчивую и работоспособную историю. Это, как правило, Proxmax в кластере с распределенной файловой системой. И это не столько бэкапы, сколько… Вот вы можете один сервер отключить от сети, и все, что у вас лежит на распределенной файловой системе, заработает на втором сервере. Потому что между собой оставшиеся два договорятся, придут к консенсусу, и таким же образом… Но это не бэкап. Да. То есть, бэкапы – это, по сравнению с этим, мелочь. Нет, нет. А вот, если говорить про бэкапы, которые, например, делаю я в Proxmax, в том же… Пусть это будет на любой гипервизор, не обязательно в Proxmax, то там есть, как правило, клиент, которому можно сказать, какие каталоги нужно копировать и просто настраивать… Значит, это вы Proxmax с кем бэкапом делаете родным? У них бэкаптеры, да. Понятно, да. Вопрос номер два. Почему Proxmax? Он один из немногих хорошо поддерживаемых и, что самое главное, бесплатных, потому что есть еще тот же ESXi, у нас много делов, есть Xen сервер, с Xen сервером мы тоже плотно работали, но Proxmax на фоне всех бесплатных выглядит законченным решением, а учитывая, что у него есть PBS, то есть Proxmax бэкап сервер, который работает с Proxmax верховым варьем, то, на мой взгляд, вот тут все очевидно, даже конкуренции у него особо нет. Хорошо. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы? Да. Мне очень понравился доклад, очень хороший. Спасибо. Большое спасибо. Дальше у нас Дмитрий Беляков. Методология построения пользовательского интерфейса вычислительного кластера. Добрый день, коллеги. Видно презентацию? Да, да, все хорошо, да. Ну, давайте я начну. Мой доклад посвящен методологии построения пользовательского интерфейса. Обычно пользователи не рассматривают, ну, вернее, не пользователи, а не рассматривают пользовательский интерфейс как какой-то существенный такой элемент вычислительного кластера, но на самом деле пользователи проводят все основное время работы с кластером в среде пользовательского интерфейса. Значит, на этом слайде представлена структура вычислительного кластера, Такая более-менее типовая. Основными компонентами выступает вычислительное поле, система хранения и обработки данных, пользовательский интерфейс и сеть. В разных случаях, в разных кластерах это может быть либо локальная сеть, либо сетевая фабрика. Зависит от уровня вычислительного кластера. На слайде это отмечено черным цветом. На программном уровне работа кластера обеспечивает ряд сервисов. Это система аутентификации и авторизации, планировщик задач и система распространения программного обеспечения. Это отмечено красным цветом. Также могут быть дополнительные сервисы. Это система мониторинга вычислительного поля и система сбора и анализа статистики использования ресурсов. Отмечено фиолетовым. Когда пользователь начинает работать в среде пользовательского интерфейса, он выполняет некоторые типовые действия. В принципе, одни и те же, на самом деле. И вот если провести анализ этих действий, то можно сформулировать некий набор технических требований к пользовательскому интерфейсу так, чтобы он выполнял определенные функции. Я постарался их сгруппировать и более-менее как-то представить. Пользовательский интерфейс должен осуществлять организацию интерактивной работы пользователя, отвечать за его аутентификацию и авторизацию, предоставлять доступ к домашней директории, содержать некий минимальный набор текстовых редакторов, либо же неких сред для разработки программного обеспечения, поддерживать настройку переменных программной среды Shell Environment для работы с доступными компиляторами и библиотеками, помогать пользователю осуществлять копирование файлов, то есть загрузку и выгрузку входных-выходных файлов, осуществлять работу с планировщиком задач, ну и в том числе работу с пакетами прикладных программ, в частом случае и в графическом режиме. Существует, конечно, большое количество различных методов организации пользовательской интерфейса. Я рассмотрю две группы. Одна это с точки зрения сетевой безопасности, а вторая группа будет посвящена с точки зрения балансировки нагрузки. Я выделил четыре способа. Самый простой способ – это все вычислительное поле, систему хранения и пользовательские интерфейсы, поместить на публичные IP-адреса. Пользователи могут соединяться с пользовательским интерфейсом, работать с кластером, но в этом случае у нас весь кластер, все его сервера могут быть подвержены внешним атакам из внешней сети. Понятно, что как-то защитить вычислительный кластер можно, используя Firewall или BrandMower, и ограничить соединение на пользовательские интерфейсы только для протокола SSH по 22-му порту. С одной стороны, а с другой стороны разрешить соединение только с IP-адресов вычислительного поля, хранения и нужных портов для кластерных сервисов. Это требует работы системного администратора и поддержания в актуальном состоянии настроек BrandMower на всех серверах кластера. Следующим вариантом является применение демилитаризованной зоны. То есть, когда мы переносим публично доступные сервера в отдельную зону за пограничный маршрутизатор сети организации, разрешаем там нужные нам соединения с внешней сетей, а доступ к внутренней сети организации осуществляется проброской этих соединений через пограничный маршрутизатор. В этом случае требуется уже работа не одного, а двух администраторов, и как системного, так и сетевого, и при каких-то модификациях уровень сложности действительно растет. То есть, это постоянно какие-то изменения. Наиболее оптимальным в точке зрения сетевой безопасности – это вариант, когда мы используем для вычислительного кластера немаршетизируемую сеть, и доступ к пользователю к ней осуществляется, условно говоря, через некий прокси-сервер, в данном случае это SSH-гейт. Минусами здесь выступает то, что пользователям приходится соединяться несколько раз. Сначала они попадают на некий сервер, доступный с внешней сети, а далее они переходят уже на пользовательские интерфейсы в вычислительного кластера. Методы организации интерфейсов с точки зрения балансировки нагрузки можно выделить, на мой взгляд, три. Самый простейший случай – это когда у нас пользовательский интерфейс является и вычислительным сервером, поддерживает все программное обеспечение, он один. Минусы здесь какие? По мере роста количества пользователей, они все больше заходят на этот единственный сервер, начинают использовать ресурсы ЦПО, оперативную память, и в какой-то момент наступает конфликт интересов. Очевидно, что решением здесь сделать такой сервер не один, а несколько, обычно их делают пять, но для больших кластеров делают 10 интерфейсов, может быть, больше. Но здесь неудобства тоже присутствуют. Пользователь, когда соединяется с одним пользовательским интерфейсом, видит, что там достаточно большая загруженность, он должен отсоединиться, перейти на следующий сервер, изучить ситуацию и постоянно делать вот такую ручную миграцию. Более-менее автоматизировать этот процесс, для автоматизации этого процесса, используют технологию кругового DNS, ну или в английской транскрипции, это более привычно, round-robin DNS. Работает это схема следующим образом. При соединении пользователя с доменным именем вычислительного кластера DNS переводит это доменное имя в IP-адрес, RESOLVED, и выдает по кругу для первого запроса один IP-адрес, для следующего запроса следующий, ну и так далее, пока не исчерпает пол-адресов, потом снова переходит на первый. Часто применяемая схема, но она содержит один очень неприятный момент. Скучается он в том, что если один из пользовательских интерфейсов или несколько перестает работать, либо у них перестает работать сетевой интерфейс, служба доменных имен ничего не знает о состоянии интерфейсов пользовательских, и она все равно выдает IP-адрес неработающего интерфейса. Пользователь в таком случае находится в режиме тайм-аута, пока полторы-две минуты у него сеанс не отвалится. То есть сильно страдает качество обслуживания. Какие-то пользователи успешно соединяются и работают, а какие-то попадают в такие неприятности. На нашей гидрогенной платформе за все время ее эксплуатации мы тоже прошли некий путь развития пользовательских интерфейсов от одного до многих, и на текущий момент мы выработали такую вот схему. Работает она следующим образом. Ключевым здесь элементом покупает некий сервис проксирования, который пробрасывает входящие СССР соединения из внешней сети во внутреннюю сеть немаршрутизированного вычислительного кластера на соответствующие порты. При этом проброска осуществляется, балансировка, по количеству открытых TCP соединений. На слайде показано некое уже состояние, когда два сеанса проведены на пользовательский интерфейс один, еще один сеанс на второй интерфейс, ну а четвертый сеанс снова будет проброшен на второй интерфейс. Вот такой способ построения пользовательского интерфейса можно оформить в виде ряда тезисов. Я сформулировал их четыре. Первое, то что интерфейс должен обязательно состоять из нескольких серверов либо виртуальных машин, которые находятся в едином адресном пространстве с вычислительным полем и системой хранения. Все компоненты кластера должны находиться в немаршрутизируемой сети. Доступ должен осуществляться через единую точку, по протоколу СССР, в данном случае ПОР-22. Все другие протоколы, которые не требуются для работы, должны быть недоступны. Ну и ключевым элементом является такого решения, это сервис проксирования, в нашем случае ХАПРОКСИ, который не только пробрасывает интерактивные сеансы, но еще и осуществляет балансировку нагрузки. Ну как вывод, что вот эти принципы можно успешно применять для различных многопользовательских информационных систем, обеспечив достаточно высокий уровень безопасности и балансировку нагрузки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть ли вопросы? А у меня, собственно, тоже вопросов нет. Все достаточно прозрачно, и я сейчас вот думал, чем что можно заменить, но под СССР, кроме ХАПРОКСИ, ничего не поставишь. СССР, наверное, самый оптимальный протокол для удаленного подключения, хотя сейчас модно гнать VPN, а уже внутри VPN SSH. Как вы к этому относитесь? Ну, в нашей организации ВОИ, служба VPN достаточно давно работает и используется для доступа из внешних сетей, из города, или когда люди уезжают в командировки, в другие города или страны. В связи последних даже политических событий практически весь доступ из внешней сети был закрыт, поэтому в текущем режиме действительно VPN становится очень актуальным. Но там, понимаете, происходит некая инкапсуляция трафика. То есть для интерактивного сеанса SSH это достаточно комфортная еще работа, но если требуется передавать какие-то большие объемы, там, терабайты данных, то, конечно, VPN, а внутри СЦП протокол передачи, там скорость существа падает. А как-то обойти это? Ну, либо настраивать действительно какие-то правила на брендмаверах, так, чтобы разрешать нужные соединения, передавать данные, либо использовать специализированные протоколы, есть технологии веб-сокетов, когда пакеты можно задавать без технической служебной информации, там пропускная способность максимальная получается. А вы VPN гоните по какому протоколу? Я вам так сейчас не смогу ответить. Нет вопроса. Потому что его можно по UDP гнать. Там тоже на русском Алине. Да, ну, тебе, конечно, быстрее, чем 10-й. Очень интересно, да. Спасибо большое. Очень-очень познавательно, очень интересно. И что самое интересное, да, что все приходят к одному достаточно фиксированному набору решений. Большое спасибо. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно, что вы каждого выступающего аплодисментами провожаете. Кукарев Александр, методика тестирования файловой системы люстр на суперкомпьютере Говорун. Да, добрый день, меня слышно? Да, все очень хорошо. Пока не видно, но слышно. А, сейчас, секундочки. Так, презентация, видно? Да, да, все видно, да. Так, добрый день, коллеги. Тема сегодняшнего у меня доклада методика тестирования файловой системы люстр на суперкомпьютере Говорун. Мегасайенс проект Ник посвящен изучению свойств плотной брионной материи в ранее недоступной области параметров и условий эксперимента. Получение интенсивных пучков тяжелых вонов и полизационных ядер с целью поиска смешанной фазы ядерной материи и исследования полизационных эффектов в области энергии. В подготовке и реализации Мегасайенс проекта участвуют более 70 институтов из 32 стран мира. Были образованы три эксперимента это MPD, SPD и BIMA. Суперкомпьютер Говорун используется как один из вычислительных ресурсов для выполнения расчетов эксперимента MPD. На данный момент уже сгенерировано более миллиарда событий, из которых для 400 миллионов была выполнена процедура реконструкции трек. На слайде приведена схема хранения и обработки данных гетерогенной платформы Гибрилит. На платформе используется файловая система ZFS по протоколу NFS и файловая система люстра. На платформе применяется иерархическая система хранения и обработки данных от холодных до горячих. В нашем случае холодным хранилищем является файловая система EOS в связке с ленточным роботом. Это потребовалось в связи с различными типами данных. Для хранения применяется холодная система, это EOS для горячих типов данных, то есть которые нужны для расчетов непосредственно на счетных узлах это файловая система люстра. Для миграции данных применяется теплое хранилище. У нас это ZFS. В мире большой популярностью пользуется файловая система люстра. Это сетевая параллельная файловая система с открытым исходным кодом, разработанная в рамках исследовательского проекта в 1999 году Питером Брамом, сотрудником университета Карниги. При разработке Питер Брам ориентировался на три ключевых концепции. Масштабируемость, гибкость, отказоустойчивость. По данным сайта Topo 500 люстра применяют 25 из 100 лучших суперкомпьютеров в мире. В архитектуру люстры, как и у многих других сетевых параллельных систем входит служба управления, хранилище мета-данных, служба объектного хранения и клиентская. Люстра может одновременно обслуживать сетевые подключения по высокоскоростным низко-латентным протоколам. РДМА, это InfiniBank Unipass и протокол 10 IP. Цель данной работы разработать методику тестирование файловой системы люстра на основе использования инструментария EORS с целью выбора оптимальной конфигурации файловой системы для обеспечения работы с данными для задач пользователей суперкомпьютера Говоро, в том числе для эксперимента МПД. Этапы работы разработать, реализовать схему развертывания файловой системы с использованием физических серверов суперкомпьютера Говоро. И второе, провести тестирование файловой системы люстра с помощью инструментария EORS используем различных настроек самой файловой системы. На слайде приведена схема реализации файловой системы люстра. Схема расположена с правой стороны. При реализации использовались два типа вычислительных узлов и один тип узлов хранения. Технические характеристики всех узлов приведены с правой стороны. Развертывание файловой систем проходило в три этапа. Первый этап с узла второго типа по протоколу MVME фабрик сети Omnipad 100 гигабит были смонтированы два MVME диска на другой сервер. Таким образом из четырех дисков был собран дисковый пол для развертывания служб управления и службы хранения метаданных. Вторым этапом на узлах на узлах третьего типа была развернута служба объектного хранения. Все узлы третьего типа имеют по 32 MVME диска, из которых был собран дисковый пол для хранения данных. И последний третий этап на узлах первого типа была развернута клиентская служба для доступа уже к запущенной файловой системе люстра. Исследование режимов работы и тестирования производительности файловой системы инструментарий EOR, который использует технологию MPI для синхронизации процессов чтения записи, запущенных параллельно на нескольких узлах. Тестирование проводилось следующим образом. Для инструментария EOR был создан хост-файл на вычислительном узле, содержащий список узлов, на которых запускался EOR. EOR использует программный пакет OpenMPI, базирующийся на технологии MPI для распределения процессов чтения записи. При сборке из исходных входов инструментарий EOR был установлен программный пакет OpenMPI-DVL, а сами тесты запускались с помощью командной строки команды MPI-RAM. Тестирование проводилось для 10 различных конфигураций сборки ZTFS-POOL с тремя типами RAID. RAID-Z1, RAID-Z2 и RAID-2. На слайде представлены параметры, которые использовались при сборке ZTFS-POOL. Эти параметры изменялись, когда происходила пересборка ZTFS-POOL. на слайде представлены диаграммы с результатами сборки ZTFS-POOL с представленными объемами дискового пространства и временем выполнения нагрузочного тестирования. На диаграмме слева приведены объемы файловой системы люстра, то есть от минимального значения 2400 ТБ до максимального 3300 ТБ. Разница составляет 900 ТБ. В центре снизу слайда приведена диаграмма объемов суммарного дискового пространства ZTFS-POOL. На диаграмме справа приведено время выполнения нагрузочного тестирования. Как мы видим, и здесь видна сильная разница от выбора Z-POOL, а минимальное выполнение тестирования составило 44 минуты, максимально 264. Разница 220 минут. что также как и для объемов дискового пространства имеет существенные значения и влияет на результаты представленные на следующем слайде. На диаграмме слева представлены результаты тестирования скорости чтения. Как мы видим, что значение скорости чтения варьируется от минимального 15239 МБ секунд до максимального 21705 МБ секунд. Разница составляет 6466 МБ На диаграмме справа приведены результаты тестирования скорости записи. Из полученных результатов мы видим, что скорость записи составляет 655 МБ секунды, а максимальное значение 4549 МБ. Разница здесь составляет 3894 МБ. из приведенных диаграмм видно, что максимальное и минимальное значение скорости чтения записи приходится на разные ZFS полы. Это обстоятельство нужно учитывать при выборе оптимальной конфигурации самой файловой системы. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что ZFS пол RAID Z1 подходит для использования как универсальный RAID, подходящий под большинство классов задач пользователей, требующих максимальную скорость записи, при этом не требующий самой большой скорости чтения, и имеющий вполне удовлетворительный объем дискового пространства доступного пользователя. В частности, таким требованием удовлетворяет задача эксперимента NPD. на платформе GiberLit включает в себя суперкомпьютер Gowarun, включающий себя суперкомпьютер Gowarun, решаются вычислительные задачи, представляющие различные требования к работе с данными. Вредствием этого является невозможность создания универсальной системы обработки и хранения данных, позволяющей всем типам задач выполняться одинаково эффективно. На основании представленной в работе методики тестирования файловой системы с использованием инструментария его получены результаты, позволяющие выбрать наиболее оптимальную конфигурацию файловой системы в зависимости от требований задач пользователя. В частности, таким образом была выбрана и введена в эксплуатацию файловая система люстров для генерации, реконструкции и физического анализа событий, эксперимента NPD. отметим, что разработанная методика подходит не только для тестирования файловой системы люстры, но и любой другой файловой системы на нижнем уровне, который лежит ZFS, например, BGPS, 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 и другие файловые системы. Спасибо за внимание. Спасибо. Правильно ли я понял, что у вас люстра на ZFS лежит? ZFS под нижний уровень самой файловой системы, то есть люстра выше ZFS. Да, я знаю, она может лежать, раньше ее на Extended 4 в основном квале, модно недавно стало на ZFS класть. У вас на ZFS лежит, да она? А почему на ZFS? В чем преимущество? Почему вы решили, что ZFS вам лучше будет для этого, чем Extended 4? Ну, здесь как бы пойти по той, что есть официальный сайт самого производителя люстра, где есть рекомендации при использовании самой файловой системы ZFS с учетом сборки от сходных кодов что одной, что второй файловой системы и до настройки и установки. То есть, ну, тут так вот было решено как бы избрать ZFS для себя. Так как мы ее уже используем, на самом деле уже, ну, давно еще использовалась до ввода в эксплуатацию файловой системы люстра. Хорошо, да, ну, да, в принципе тоже решение. Большое спасибо, очень, очень интересно. Шабуров Антон, реализация программного модуля детектирования нарушения техники безопасности на основе нейронной сети YOLO8. Добрый день, да, сейчас. Так. Как видно? Да, все хорошо, хорошие цветочки, листочки. Так, значит, подготовили Михаил Алексюк, Дмитрий Терешкин, Мария Ушенкова и я, Антон Шабуров. Значит, в рамках доклада мы рассмотрим поступление, теоретическую справку, методологию, результаты и обсуждения, а также заключение. В современном мире техника безопасности на опасных предприятиях является жизненно важной задачей. Контроль за ней может быть трудоемким, а то и вообще отсутствовать. С помощью машинного зрения это можно упростить и внедрить. Значит, в качестве модели мы выбрали нейронную сеть YOLO8, так как это последняя модель, разработанная ультралитикс, у нее высокая точность. Значит, рассмотрим существующие исследования, например, в работе Чандер Мохан она нацелена на обнаружение шлемов, у нее получились значения средней точности 97,7%, а F1 меры 92,7%. Значит, нашу работу рассмотрим, мы выбрали саму модель YOLO8, датасет у нас состоит из более чем тысячи изображений, он был собран самостоятельно из закрытых источников, модель способна распознавать пять классов, прошла 117 эпох обучения, обучалась на мощностях Google лаборатория с видеокартой Tesla T4, и значения у нас получились вот F1 мера 0,7%, престижен почти 0,7%, прикол 0,58%. Ну, значит, проанализируем наши результаты, у нас модель способна различить пять классов, разработано настольное приложение, в котором реализована возможность добавлять видео, возможность выбирать интересующий класс, зоны интереса, управлять видеопотоком, возможность просматривать нарушения как внутри приложения, так и при помощи бота в мессенджере Telegram, вот на слайде приведен пример бота, как он работает, ну, вот здесь на слайде черный квадратик, это как раз выбор зоны интереса при помощи кнопки Select снизу, и рядом с кнопкой Select есть выбор интересующего класса, ну, и на соседней картинке показан сам пример просмотра нарушений внутри приложения. Ну, и в заключение хочется сказать, что в рамках исследования было разработано был разработан программный модуль, основанный на YOLO V8 для обеспечения высокоточного мониторинга техники безопасности на опасных предприятиях. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, да, краткость, ваша сестра. Так, в чем преимущество нейронных сетей для таких приложений? Ну, это упростит отслеживание именно техники безопасности. То есть, сейчас на многих предприятиях вообще отсутствует слежка за тем соблюдать, ну, носит ли там человек шлем или шилет специальный. Хорошее слово. В лучшем случае это происходит при помощи человека, который ходит и проверяет, чтобы люди соблюдали технику безопасности. А так можно будет при помощи камер внутри предприятия это все отслеживать. Понятно. То есть, это замена упрощения ручного труда. Замена наблюдения. Не знаю. Ладно, да, если это работает, это очень хорошо, конечно, очень полезно. И можно не только на предприятии наблюдать, но и в других местах. Большое спасибо. Следующая Кристина Реброва. Применение искусственных нейронных сетей на электронных образовательных платформах. Да, здравствуйте. Полезно. Это полезно, да. Давайте послушаем. Очень красивые картинки. Давайте. Спасибо большое. Меня уже представили, поэтому время тратить не буду. Давайте начнем сразу. Цели и задачи, которые я выдвинула для себя в рамках этого исследования, это определить место популярных нейросетевых подходов в образовательном процессе с применением EOS и, соответственно, сформулировать проблему использования электронных образовательных средств, выявить места в существующем LMS, в которых можно применять искусственный интеллект, апробировать нейросетевые модели и продумать дизайн LMS. В настоящее время в университете Дубна реализуется весь образовательный процесс с применением EOS в LMS Moodle. И, соответственно, здесь я выделила самые основные роли, понятное дело, что их больше, но для которых я буду стараться оптимизировать с помощью искусственного интеллекта процесс образования. Это роль преподавателя. Большую часть времени преподаватель тратит на размещение контента, на проверку заданий студентов и выставление оценок, а также на то, чтобы дать качественный фидбэк или проконсультировать студента по вопросам, по каким-то заданиям. Студент, в свою очередь, размещает готовые работы, может быть, какие-то дополнительные задания выполняет, проверяет проставление оценок, возможность задать вопросы какие-то преподавателю, уточняющие и так далее. Здесь для того, чтобы обеспечить и облегчить работу преподавателя по заполнению контентом курса своего, выделены основные типы данных, это текст, изображение, видео, аудио, презентации, и справа приведены модели современных нейросетевых подходов, опытных решений, которые можно использовать в образовательном процессе для оптимизации, для создания рекомендательной системы, я бы сказала, для преподавателя. Планируется такая вот структура компонентов искусственного интеллекта, выделяется блок генерации, модели для генерации контента, это графические, текстовые, видео, аудио и помощь в составлении презентации. Следующий блок на будущее это методы искусственного интеллекта, направленные на оценку, это антиплагиат, то есть обеспечение уникальности работы, и, соответственно, близость к эталонному значению, который подразумевает преподаватель. Это как рекомендационная система по оценке. И со стороны студента это дополнительные задания по теме в случае, если он плохо выполняет работу, разъяснительные материалы, защита от готовых решений, самый сложный блок в этом направлении, так как часто студенты, все чаще студенты пользуются чатом GPT, выполняют задания проще и быстрее, не вдумываются, и здесь, конечно, нужны определенные условия. Интеллектуальная подборка курсов в случае, если он хочет дообучиться по какому-то направлению дополнительно, и так далее. Какие модели реализованы в настоящий момент, какие у них архитектуры, что сделано? В настоящий момент апробирована модель для генерации текста чат-GPT 3, соответственно, она опенсорсная, скачена, немножечко изменила я гиперпараметры для обучения, чтобы она чуть меньше обучалась по времени. Обучила на стандартном датасете, здесь мы можем видеть снизу слева пример использования, то есть вводится какое-то текстовое сообщение, генерация текстового описания, достаточно хорошо работает модель, мы можем видеть метрики точности работы модели справа внизу. Далее я скачала датасет с открытого источника Kaggle, он был разделен на три категории, это химия, физика и биология, так как у нас образовательный процесс требует до обучения любой модели, потому что есть специфика в образовании безусловно, то было принято решение сначала крупными мазками разбить, обучить, а затем уже более детальный предмет надо обучать. Единственное, с чем столкнулось, найти русский датасет оказалось достаточно проблематично, поэтому я скачала англоязычный, перевела его, и, собственно, мы можем видеть результаты, задаем запрос основы физического эксперимента, и вот модель дает какой-то вывод. Конечно, ее нужно дообучать, потому что здесь нам из-за того, что данных было достаточно мало, такие рубленные фразы она выдает, не совсем формулирует их в итоговый контекст, но здесь это из-за того, что было мало материала. Следующая модель, которая была подвержена апробацией, это для генерации изображения. Здесь изначально хотел использовать Rudele, это русифицированная модель с такими визатором на русском языке, с токонайзером, извиняюсь. И, конечно, здесь возникли проблемы, потому что, в общем, возникли проблемы, поэтому я использовала Stable Diffusion для того, чтобы генерировать изображение. Вот мы можем видеть пример генерации изображения, также возникли проблемы, она, это не Rudele, у нее нету русскоязычного словаря, токонайзера, поэтому здесь вот мы видим пример, я задаю вопрос Эйфелева башни на русском и даю описание, генерируется что-то непонятное. Решить это очень просто, я добавила модуль, который переводит текст русского языка на английский и, соответственно, результат достаточно хороший. То есть, ну, рисуется тот объект, который мы хотим. Ну, и также пример, да, работы модуля в едином целом вот мы можем видеть для физического эксперимента, то есть здесь у нас, ну, так скажем, для образовательной темы, я бы не сказала, для физического эксперимента, ну, в общем, тоже в целом что-то генерируется близкое к реальности. Ну, и с точки зрения дизайна встал вопрос о том, что преподаватели университета уже привыкли к ЛМС, и, наверное, привыкли учать их к чему-то новому, это будет очень сложно, и незачем, не каждый преподаватель будет пользоваться этими возможностями, поэтому как идея возникла, это либо реализовать подложку в существующий ЛМС с помощью, ну, просто дополнительной страницы при загрузке редактирования заданий с таким вот простым добавлением компонентов, когда преподаватель вводит название, нажимает на кнопочку, ему генерится некоторое описание текста. Вот. Либо можно разобраться с плагинами ЛМС и, соответственно, прописать их в существующую систему. Ну, и также при загрузке дополнительных файлов тоже вот можно реализовать подобную кнопочку какую-то, выглядеть она может как угодно, и, соответственно, здесь преподаватель может выбрать контент, который его интересует, тип контента, ввести текст, сгенерировать, собственно, изображение какое-то и загрузить выбранные файлы. Конечно же, здесь наверняка много вопросов возникнет, насколько вообще нужно это и применимо, за кем остаются авторские права, но так как все решения, которые сейчас опробированы, планируются использовать они опенсорсные, то здесь будем считать, что все разработки остаются за пользователями, авторские права на картинки и текст. при работе с системой планируют сохранить данные студентам для того, чтобы в последующем их анализировать, поэтому при регистрации в системе необходимо дополнительное соглашение брать на данные по процессу по пользователю проблем возникло достаточно много по ходу реализации данного проекта. Я многие из них уже случила, поэтому так тезисно. Нехватка данных для дообучения, наверное, это одна из самых проблем, которые сейчас существуют. То есть данные приходится как-то переводить, парсить дополнительно для того, чтобы дообучить в образовательной среде. Остается открытым вопрос реализовать плагины или разрабатывать собственную систему со схожим интерфейсом. Ну, не полностью систему LMS, а только подложки, странички, в которых планируется использовать искусственный интеллект. Конечно же, здесь работа на целую команду разработчиков, потому что достаточно много направлений, в которые можно внедрить искусственный интеллект. Необходимо продумать качественно морально-этический вопрос применения искусственного интеллекта в образовании. Ну и тоже животрепещущий вопрос. На данный момент не существует алгоритма готового, который показал бы хороший результат на проверку студенческих работ на применение искусственного интеллекта, то есть там чата GPT, например. Ну и в общем, в будущем я планирую опробировать еще больше моделей, сравнить их между собой, так как мы прекрасно знаем, что многие модели обладают функциональной схожестью, то есть могут выполнить несколько функций, подготовить данные по тему образования и дообучать модели, реализовать систему проверки качества работы модели, чтобы модели проверяли на выходе результаты других моделей, тем самым качество точности повышалось. реализовать интерфейс и разработать нормативную документацию. На этом у меня все. Спасибо большое. Большое спасибо. Я несколько даже поражен таким перспективой открывшихся прямо новые басюки. Очень, очень у вас планы грандиозные. А конкретно вы, вот я вижу аспирант четвертого года обучения, то есть вот вы защищаться сейчас собираетесь. Так. Да-да, я вас слышу. Да-да, что-то все вылетело, но, значит, вы защищаться собираетесь. А какая у вас диссертация, какая тематика? Ну, у меня диссертация по разработке модулей предиктивной аналитики на базе электронного образования. Ну, в общем, на платформах электронного образования связанности. Какой вы LMS используете? Там же Moodle. Moodle, да, все-все-все-все. У него уже есть свои модули аналитики на нейронных сетях, это вы знаете, да, смотрели. но они платные. Да, они раньше были бесплатные в начале, а потом вдруг, когда популярность сетей стала, они вдруг резко стали платными. Ну, это очень-очень хорошая тема, очень хорошее направление, можно только пожелать вам успеха. Это у вас физмат-науки или технауки? Так, математическое моделирование профиль. А, да, да, это технические науки, ну, то есть информативные все-все-все, технические науки, да, вот, да, очень-очень хорошая работа, я вижу, что вы проделали очень много в этом направлении, и я уверен, что диссертацию у вас получится без всяких проблем. хорошо разобрались в этом, да, желаю вам успешной защиты. Спасибо, до свидания. Спасибо, да, итак, у нас следующая тема, это Дмитрий Шпотя, разработка системы ведения электронных журналов на основе Wordpress. Здравствуйте, хотел бы рассказать о новой системе электронных журналов на основе Wordpress. Практика ведения электронных журналов широко распространена в частях деятельности, в том числе ведется множество журналов и при работе с корректным комплексом LHV. так как в AI на текущий момент нет единого решения по ведению электронных журналов, для некоторых журналов разрабатывают собственные системы, некоторые журналы ведутся в электронных таблицах, а некоторые до сих пор еще в бумажном виде, поэтому было принято решение о разработке новой универсальной системы. Подсимой журналов является разной категорией персонала, известной в скорейтном сенсе. Это от операторов выполняющих работы до руководителей контролирующих выполнение этих работ. Основной функцией журнала является сохранение данных для последующего анализа. Также основным элементом системы являются записи в этой системе. Проект реализован в GitLab и гид используется для контроля версии кода. Требования были оформлены в виде отдельных задач. Для рецидивания кода используется MergeQuest. Для публикации документации мы используем GitLab Pages. Сама же документация хранится в виде countdown в исходниках проекта. На этом сайте привел компоненты системы, а также их взаимодействие. В основном пользователи взаимодействуют журналом через браузер, с которого поступают запросы на Observer, оттуда уже в систему и зависим от типа запроса. Это может быть запрос сертификации, тогда он уходит в SSO, либо в другой действии, тогда запрос входит в базу данных. Обратно поступает ответ в систему, также в Observer и уже адресовывается в браузере пользователя. В нашем случае мы используем для качества GnRD по протоколу OOSN2, но WordPress поддерживает множе протоколов и при необходимости можно использовать любое стороннее SSO. Мы переработали базовые роли WordPress. Изначально WordPress предоставляет 6 ролей, из них неизмененными остались роли гостя и администратора. Основные роли были заменены на читателя, оператора, менеджера. у читателя может только просматривать записи, оператор может как просматривать, так и заводить, менеджер может управлять настройками журнала, управлять пользователями, а также создавать новые формы для заполнения. Администратор это техническая роль, она предназначена для технических администраторов. Роль гостя предназначена для создания локального пользователя после авторизации через соц.систему. На нижнем изображении я привел пример стартового экрана гостя, когда пользователь попадает в систему, у него есть способ связаться с администратором системы для запроса повышения роли. На текущий момент реализован базовый функционал, такой как создание и редактирование записей, вывод записи в табличном виде, поиск по ключевому слову, террорку записей по различным полям. Все записи системы показываются в табличном виде, как показано на нижнем изображении, но на каждую запись можно кликнуть, и она раскроется в подробном формате, как показано на травм изображении. Реализованная история изменения записей. это 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 из ключевых требований представителей скрытельного комплекса. Этот механизм используется в качестве защиты от квалификации данных. При каждом изменении записей логируется когда, кто и что изменил. Добавлено возможности комментирования записей. На каждый комментарий можно ответить, тем самым вести ветки комментариев. также добавлено реализованная многоязычность. Так в IE работает множество иностранных сотрудников, интерфейс журнала реализован на английском языке, но добавлено возможности ограничения на русский язык. Это не является техническим ограничением, журнал может вести как на русском, так и на английском языке, в зависимости от конфигурации журнала. Добавлено возможности прикрепления пайлов к сепсиям. При выводе прикрепленных файлов определяется тип файла и от этого зависит мы делаем миниатюру. Например, на правом изображении показаны записи с прикрепленными файлами. У левого файла док расширения, у центрального электронной таблицы, у правого файла это же изображение. Изображение показано в виде собственных миниатюр, которые можно раскрыть полноразмерно в открывающем окне. Добавлено возможности создание форм из административной панели. Это ключевая особенность журнала. Менеджеры системы могут самостоятельно заводить формы, которые в дальнейшем будут запоминать операторы. Ревизорна первая версия логики для событий. При работе с корректным комплексом бывают события, которые длятся некоторое время. При этом такие события блокируют создание других событий с определенными категориями. Например, если было заведено событие о настройке ускорительного комплекса, не должно быть возможности создать событие о запуске этого ускорительного комплекса, пока настройка не будет завершена. Правила блокирования регулируются таблицей истинности в административной панели. На правом нижнем изображении оператор заводит события физической программы и при повторном создании события у оператора доступны только три категории событий по таблице истинности в административной панели. Так пока не будет закрыто первое событие. Событие пока что закрывается в ручном режиме. Это надо либо поставить время завершения, либо кликнуть на кнопку о том, что событие было завершено. Частично реализован функционал меток. Данный функционал все еще в саде разработки, но уже реализован возможность создания меток и подписи на эти метки. В дальнейшем планируется реализовать фильтрацию и поиск по ним. Также хотел бы упомянуть прототип журнала, разработанный для журнала отчета смен прошлого сеанса, из которого были мигрированы данные в новую систему. Прошлый прототип был также реализован на базе WordPress. в целом он апробации прошел и поэтому мы использовали WordPress. Качественное заключение хотел бы сказать о том, что уже базовый функционал передан тестовую акцептацию представителями скриптного комплекса, но все еще есть ряд функционалов, которые требуют сервизовать. такой, как дистрибутив системы, требуется также доработать документацию системы, требуется реализовать крепление файлов в внешнем обычном хранилище вместо локального хранилищ на диском пространстве сервера. Также на этом слайде оставил пример документации и самого проекта на нашем виде-клабе. В целом у меня на это все. Спасибо за внимание. Очень интересный проект. Почему именно эта софтинка выбрана WordPress? Это наиболее популярная открытая система с открытым с одним кодом. Наиболее популярная, да. Хорошо. Вот у вас, вы смотрите, вы говорите, что WordPress одновременно GitLab Pages используете, то есть вы Jam технологии используете, а почему бы все вам на статические сайты не перевести с базой данных просто? WordPress используется как CMS-система. GitLab Pages мы используем только для хранения документации. А почему не использовать как CMS-систему GitLab Pages? В WordPress реализовано много плагинов и при необходимости это может легко доработать. GitLab Pages более проблем лично считаю было бы зарабатывать. Ну, хорошо, хорошо. Большое спасибо. Большое спасибо. Интересно. И у нас последний доклад. Иван Соколов прототип сервиса хранения научной документации Sci-Docs Cloud. Добрый день. У вас заражаемая присутствующая. Меня зовут Соколов Хуан. Я являюсь младшим научным сотрудником лаборатории информационных технологий Объединенного Института ядерных исследований. И сегодня я как раз хотел бы вам сделать доклад по теме прототип сервиса хранения научной документации Sci-Docs Cloud. В настоящий момент ни одно из современных исследований не обходится без совместной работы над различными типами документов. Такими как статья, презентация, отчеты и также другие документы. Однако при организации такой работе и вообще при такой совместной работе могут быть различные проблемы или сложности. Такие как организация структурирована хранения документов, отслеживание изменений в документах, ограничение доступа к документам, как это вообще организовать. И также возникают проблемы с обменом документами между участниками. Одним из распространенных решений является система DogDB. Ее скриншот можно видеть справа на слайде. она обеспечивает хранение и организации документов. Также в ней присутствует контроль версии, обмен документами возможный и также управление событиями. Несколько независимых экземпляров DogDB у нас было развернуто в UI. Это для основных экспериментов и также для отдельных групп. Однако опыт эксплуатации DogDB показал, что она не полностью соответствует необходимым функциональным требованиям, требованиям безопасности и надежности. Также возникают проблемы с организацией доступа на основе группы ролей, которые заложены в данной системе, сложности технической поддержки, вообще доработка и добавление нового функционала это очень сложный и по времени дорогой процесс. Также пользовательский интерфейс ощущается устаревшим и также есть проблемы с контролем целостности данных. Как можно было видеть с предыдущего слайда, DogDB имеет много недостатков и субъективно ощущается устаревшим, как можно было видеть с слайда. И мы посмотрели, нет полноценных альтернатив, которые могли бы заместить его. Поэтому цель проекта разработка альтернативной платформы хранения документов уже на современном стеке технологий и уже с учетом опыта эксплуатации системы DogDB. Основная задача проекта это реализация основного функционала, который был у нас в системе DogDB, реализация более гибкой системы управления правами доступа на основе групп ролей, добавление новых функциональных возможностей и уже создание на основе разработанной платформы единого сервиса хранения научной документации для проектов OEI. На данном слайде можно видеть архитектуру платформы, схема изображена справа на слайде и наша платформа состоит из двух внутренних компонентов и двух внешних. Первый компонент это фронт-энд часть, это пользовательский интерфейс платформы, позволяющий пользователям уже взаимодействовать с системой через веб-браузер. Он был создан на основе базовых веб-технологий Vue.js это прогрессивный фреймворк, квазар, который позволяет нам сделать непосредственно уже адаптивную разработку нашего интерфейса и также инструменты библиотеки JavaScript, которые мы использовали уже во фронт-энде. Другая часть это бэкэнд, она у нас уже реализует сетевую логику, осуществляет взаимодействие с базой данных и уже предоставляет API, с которым взаимодействует наша клиентская часть, либо другие могут клиенты обращаться к нашему вэкэнду. Эта часть у нас реализована с помощью веб-сервера, в нее входит веб-сервер Nginx, но может быть использован любой другой. Также ядро у нас написано на фреймворке Django и другие используются библиотеки Python и также в качестве рационного СОБД у нас используется подгресс SQL, но могут быть использованы и другие. И как я говорил, у нас есть два внешних компонента, которые могут быть использованы. Это сервер ронтификации с СОБД по протоколу AUF2, может быть любой подключен к углу либо другие, и также есть поддержка облачного хранилища S3 в качестве хранилища файлов, но также файлы можно хранить и на бэкэнд составляющей. Давайте поговорим о том, в каком же состоянии сейчас находится разработка. На данный момент у нас реализованы основные компоненты пользовательских интерфейсов и также навигационные компоненты. Также реализован компонент аутентификации, как я говорил ранее, у нас реализована поддержка ССО-портоколу AUF2, и также есть аккаунты уже внутри фреймворка Django, где администратор может завести и пользователь может войти в систему через созданный готовый аккаунт. Также реализована архитическая организация групп подгруппы проектов, где у нас конечной точкой иерархии является проект, внутри которого уже можно создавать документы. Также реализовано управление доступом на основе групп проектов и ролей, то есть можно приглашать пользователей в группы и им выдавать соответствующие ролики, которые владелец группы либо проекта готов им предоставить. Также реализовано управление группами подгруппами проекта, можно создавать, удалять группы подгруппы, изменять их описание, поставить аватар этой группы, то есть произвести какие-то минимальные настройки. Также реализовано администрирование участников группы проекта, то есть все пользователи которые в системе могут быть добавлены непосредственно в группу проекта либо подгруппу. Также реализовано создание, просмотр, удаление уже и обновление документов в проекте. Документ представляет собой на данный момент набор атрибутов метаинформации, которую необходимо заполнить. И так пользователь может создать документ и плюс еще прикрепить файлики, о чем я поговорю позднее. Также реализовано управление списком пользователей с правом на редактирование документа. То есть тот, кто создал документ, либо имеет определенную роль, он может назначать пользователей, которые могут непосредственно обновлять документ и его редактировать. Также реализован просмотр, настройка, поиск и фильтрация списка документов в проекте. То есть в проекте выводится список документов, которые в нем содержатся, и пользователь может настроить, какие атрибуты метаинформации отображать, осуществить поиск, либо фильтрацию по каким-то атрибутам, которые имеются у документа. Также реализована загрузка и скачивание файлов документа по протоколу S3 в обычное хранилище. То есть пользователи, когда загружают файлы к документам, они автоматически после создания документа загружаются в S3, в хранилище по протоколу, вернее, S3. Также реализован контроль версий документов, где можно переключаться между версиями и смотреть, что изменилось. Ну и также при обновлении создается новая версия документа. В системе реализована мультиязычность и переключения происходят на лету после того, как изменен язык. Поддерживаются русский и английский на данный момент языки, но можно и расширить по желанию. Также реализована мобильная версия. Сервис с мобильным телефоном уже можно просматривать. Конечно, она не в такой мере красочная и полноценная, как компьютерная версия, но тоже можно ее уже пользоваться. Также на данный момент у нас развернут демонстрационный прототип сервиса dox.genr.ru, где проведена интеграция с Genr.id для входа в систему, и у нас подцеплено облачное хранилище OEI по протоколу S3, куда уже идет заливка непосредственно файлов. Что же мы хотим разработать в ближайшем будущем? Это расширить набор встроенных полей метаинформации у документа. Сейчас это добавление информации о публикации более подробной. Размещение подсказок для пользователя в интерфейсе платформы, чтобы было лучше пользователям и удобнее пользоваться сервисом. Реализация возможности добавления произвольных полей метаинформации для документов, то есть создания и возможности создания темплейтов для документов. То есть разные типы документов появятся. Там кому-то не нужны авторы, кому-то там нужны дополнительные какие-то поля. Также реализация системы уведомлений вначале по имейлу, а далее уже непосредственно внутри самой системы уведомления. Реализация системы рецензирования обсуждения, то есть коммент-системы в документе. И организация системы поддержки пользователей вначале, наверное, или в хелп-деске, как у нас принято. Либо перейдем на новую систему GLPI, когда у нас будет развернуто. В заключение хотелось бы сказать, что MVP-версия практически завещана. Это основной функционал, который был перенесен из docdb, плюс еще дополнительные доработки. Разработка ведется у нас в праве трепозитории GitLab, OEI. Как только MVP будет готов, мы создадим паблик-зеркало на GitHub и откроем для контрибьюторов впоследствии на возможность уже участия в проекте. Новости можно по QR-коду. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересный доклад. К сожалению, он оставляет больше вопросов, чем снимает. Потому что не совсем понятно, в чем преимущество. Я уверен, что это лучше. Я уверен, что это полезнее и, главное, красивее. Но пока только слова. И, наверное, нужно дождаться реального MVP. И тогда уже понять, чем все это лучше. Но обещания очень-очень большие. Это очень нужный класс систем. И действительно, именно проблема в том, что для простых людей, то есть те, которые не углубляются в компьютерной науке, чтобы они могли работать с такими системами. Это очень-очень вдохновляюще. И будем ждать результатов. Спасибо. Спасибо большое. Я очень рад, что мне выпала возможность ввести данную секцию. Я, честно сказать, восторгаюсь тем, что достигла лаборатория ваша и коллектив, работающий с суперкомпьютером. Оксана, ты просто суперлидер. Да. Что ты не стешь на своих плечах? Дмитрий Сергеевич, спасибо за теплые слова. Но я хотела бы всех наших ребят, и кто удаленно выступал здесь, поблагодарить за прекрасные доклады. Действительно, ребятам молодцы. Конференция, которую организует РУДНО, мы просто всегда счастливы каждый год участвовать. Каждый год мы к ней очень серьезно готовимся. В этом году мы не подвели и, соответственно, подготовили публикации. Ну, а, соответственно, Российскому университету Дружбы Народов, как всегда, спасибо за гостеприимство огромное, что вы там принимаете всю нашу команду на свою конференцию. То есть прям от души благодарны всей вашей команде, то есть в группе Севастьяна Леонид Антоновича. То есть там и Дмитрий Деваков, и Анастасия Детюник, и вот вам, Дмитрий Сергеевич. Еще раз огромное спасибо от всех нас. И в конце я бы хотел еще сказать, что за всем этим проглядывается и видна титаническая фигура Владимира Васильевича Коренькова, который, собственно, создал то, что сейчас представляет весь этот коллектив, вся эта лаборатория. То, что он развивает науку в нашей стране, которая волей судеб сейчас как-то отошла от западной науки. И ее нужно тоже очень сильно развивать. И ему спасибо, и вам всем спасибо. Очень приятно и очень интересно было слушать ваше выступление. Спасибо. Спасибо. До свидания. Счастливо. До свидания. До свидания. До завтра. До свидания. До свидания. До свидания.